книга открытым оком том 20 тема вера вопрос 3371 христианство проникало не только в трущобы но и в царский дворец рима чем более всего были поражены язычники в виде христиан отвечает игнатий тихонович лапкин тем что они следуют учения иисуса христа это как раз то чего не хватает сегодня тем кто вхож президентский дворец и в государственные органы мертвая вера толстосомых архиереев и попов делает и мирских правителей более циничными и совершенно безнадежными для царствия божия кавычки открыты марк аврелий язычник не зная оснований религии христианской удивлялся однажды тому что каждый почти день старается вынудить у него новый указ против христиан и спросил одного из своих наперсников кавычках за что преследуют христиан с таким ожесточением кавычки открыт зато отвечал придворный что они почитают богом человека распятого на кресте кавычки закрыты кавычках о как они жалки сказал марк аврелий кавычки открыты обожание ими распятого продолжал наперсник так велико что они с охоты подвергается всякого рода лишением и готовы скорее потерять все свое имение быть сослана в ссылку претерпеть ожесточайшие мучения и самую смерть нежели отречься от человека умершего на кресте кавычки закрыты в кавычках да это сумасшествие заметил император кавычки открыты но умирая прибавил наперсник они благословляют своих судей обнимает лекторов и прощает своих убийц кавычки закрыты кавычки открыты прощает убийц воскликнул марк аврелий я отказываюсь от моих слов закон их свят нравоучения истина и вера их божественно кавычки закрыта аврелий марк жил со сто двадцать первого года по сто восемьдесятый год римский император со сто шестьдесят первого года сын притора она не вера она не вырос в риме в кругу близком к императору адриану казнившему как пишет житиях веру надежду любовь 138 году усыновлен антонием пием первое время про совместно с луцием первым умер сто шестьдесят девятом году матфея 516 тогда светит свет ваш пред людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного 1 петра 2 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками дабы они за то за что злословит вас как злодеев увидя добрые дела ваши прославить прославили бога в день посещения я не пророк а просто проповедник это сказать с великой натяжкой не просто быть хотя бы не очень вредным живущим рядом чтобы не стало тяжко читая библию и непредвзято вижу какие же пророки все гиганты а мы пониже и видать пожиже но также получаем от поганых полезно сравнивать грядущие с прошедшим а как бы я вот там то поступил и совесть неподкопное прошепчет был прокинут бы и не хватило сил мы верим как научены отцами по православному и думаем все ладно но в библию когда заглянем сами то отторопь берет у нас не все так гладко апостолы оставили примеры отобразили подвиги в посланиях доспехи и мы их кое-как примере как мало избранных из многих званных я не пророк но запасаюсь впрок за языке или на боку в осаде к нам из эфира вести как гонцы свой срок свобода кончилась за экстремизм посадят я не пророк но рад знакомства с ними молюсь перечисляя их утром имена читаю библию передо мной их снимки пристраиваюсь следом и сею семена стараюсь искренно по-детски подражать критически осматриваю поступь какой же будет здешний урожай желтеет с краешку моя полоска я не пророк и даже не апостол хотя как знать понятен их язык мой труд исследую признают после моя делянка с их совсем впритык 14 декабря 2006 год игнатий тихонович лапкин